И белорусские, и польские, и литовские коллаборационисты СССР взрастил и воспитал нацизм и фашизм, а Россия все это унаследовала. Что Гайдар, что Лекошевой, что Зоя Космодемьянская и другие Павлики Морозовой, отвратительные персонажи, гнусные советской мифологии. Зоя Космодемьянская прослалась только тем, что ее казнили, мучились мученической смертью, молодую девушку, эти фотографии обошли, можно сказать, весь мир. И поэтому стало известно, эти, конечно, путинские уроды, вместо того, чтобы именно об этом писать, о мученической кончине, они теперь в героя превращают, там, огромный музей заново там отстроили и так далее, и так далее. Продолжается советская мифология. Олег Кошевой здесь, причем, вообще не понимает, чем он мерзостен. Гайдар, да, был изувером большевистским, стал хорошим писателем, детским писателем, погиб на войне. То есть, ну, идет, вот вы все, Павлик Морозов, вообще-то был убит вместе с малолетним братом за то, что указал там прудотряду, где закопано зерно. То есть, вот это вот, ну, просто гнусность какая-то вот идет, вот просто чернуха такая, человек не знает, чем еще вот опоганить русского, русскую жизнь, русский народ, русского человека. Я, в отличие от тебя, бытло безграмотное, в школе хорошо училась. Ну, видно, как училась. Не то, что ты их умственно отсталая бывшая двоечница даже свой родной язык выучить не смогла. Да, для них, естественно, русский язык не был родным. Они никакого другого не знали, но родным он для них не был. Поэтому все русское не родное. СССР взрастил, воспитал нацизм, развязал Вторую мировую войну. Сталин и Гитлер организовали Холокост в 1939 году, поэтому СССР и Россия несут ответственность за катастрофу. При Гитлере не могли быть евреи в рейхе. Почитайте расу и теорию Гитлера. Не было такой работы и такой книги. Он избавлялся даже от тех немцев, которые были крещеные, но имели еврейские корни по дедушкам и бабушкам, по прабабушкам и прадедушкам. Не было такого. Немцы Третьего рейха не могли даже жениться или встречаться с еврейками точно так же, как и немки. Ложь не было такого. Еще в 1919 году Гитлер писал в своем желании полностью устранить евреев из Германии. Евреи сами хотели устраниться из Германии, отовсюду переехать в Палестину. Сионизм назывался это движение и до сих пор называется. И о том, что для выполнения этой задачи потребуются систематические меры. Да, евреи такие меры вместе с нацистским правительством предпринимали и известны эти соглашения, которые были подписаны. В середине 30-х годов ССС начало политику, направленную на очистку Германии от евреев. После аннексии Австрии в 1938-м, особенно после погромов «Крустальные ночи» в ноябре 1938-го, нацисты стали оказывать на евреев давление, подталкивая их к эмиграции. Ну, они и сами радостно эмигрировали, и большинство хотело почему-то не в Палестину, а в США. Но в США взяли и сократили количество виз, которые они выдавали. Евреи очень сильно грустили по этому поводу. Какая же ты гнусная и подлая нация, русские! Вечно у вас кто-то виноват, то же то пиндосы, то хохлы, то гейропы. Только не вы сами. Все свои преступления, вы свою кровавую историю пытаетесь скинуть на тех, кого вечно угнетали, притесняли, уничтожали. Вся история. Россия – это кровавый террор и угнетение народов. И дальше врезочки такие. Умом Россию не понять, да и не стоит утруждаться. У ней особенная стать, кругом насрать, извините, и не признаться. Это как раз перекладывание с больной головы на здоровую. Понятно, о чем я говорю. Другая врезочка. Где Россия, там войны, где Россия, там слезы, где Россия, там беда без границ. Что же ты, сука, Россия, нарожала убийц? Да? Интересно. Хотят ли русские войны? Известное здесь стихотворение Евтушенко. Он, правда, потом стал русофобом и эмигрировал в США. При советской власти там был обласкан. Ну, такой вот, определенная свобода у него была. Он написал хорошее стихотворение. И песня была замечательная. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. А здесь продолжение другое. Хотят ли русские войны? Спросили мы у тишины. И вдруг ответила она, где русские, там всегда война. Не комментирую. То есть, у меня как бы слов нет. У вас у русских садизм в крови еще, начиная со времен Ивана Грозного. Потом повторение цитаты про Соложеницына. Нигде не любят вас русские свиньи. Россия самая паскудная страна. Якобы даблевоты мерзко. Якобы Ильин это написал. Ильин патриот, русский националист, монархист. Вот это вот, что это? Мера преданности Родине в доносительстве спецслужбам. Ну, это речь шла о Советской России. И он писал. Советский Союз не Россия. Не Россия. Преданность Родине какой? Советской и советско-социалистической. Наиважнейшей приметой удачи русского народа есть его садистская жестокость. Это писал Максим Горький. Но это их. Это туда. Русские не народа, а скотина, хам, дикоорда, душегубов и злодеев. Михаил Булгаков. В отчаянии писал человек. В отчаянии. В том числе и в отчаянии наступившем от деятельности вот таких русофобов. Евреи не сами пришли в Россию, когда царская Россия оккупировала. Это еще раз повтор. Дебилка Екатерина ввела указ о черте от седлости для евреев, после чего начались еврейские погромы в Российской империи, которые русские цари не пресекали, а даже разжигали ложь, вранье. Да, вы русские сведеи свои преступления на евреев перекладываете. Все погромы были совершены по кровавому навету. Один дебил крикнул бей жидов, спасая Россию, и сотни других дебилов подхватили. 903 год. Православная Пасха. Крупный погром в Кишиневе. Крупный, насколько крупный. Когда я изучал этот вопрос, оказалось, что это даже не стоит обсуждения. Просто виск стоит, как будто там поросенку кончик хвоста отрезали. До сих пор стоит. Ну, продолжается эта ложь. Спровоцированный кровавым набетом, близлежащих дубосарок, подстрекательными антисемитскими статьями газеты «Бессарабец». Ничего там такого не было. В общем, были пустяки. Дальше врезочки. Беда этой страны в том, что уничтожив и скалечив миллионы человеческих жизней, она ни разу не ответила за свои преступления. Страны вина не режима, а страны перекладывается на страну и на народ. Мало того, она ни разу не покаялась, и этот груз обязательно утянет ее на дно в ад, где ей самое место. То есть это про Россию и русских. В аду вам место, так они пишут. Фотография с дебилами, с нацистскими жестами и надпись «Кто сидит всю жизнь в говне и готовится к войне?» и снизу надпись «Русские». Цитата из Владимира Войновича. Тоже русофоб, еще тот. Проблема России в том, что самая безмозглая часть населения составляет абсолютное большинство. Ну, это, можно сказать, так оно и есть. На нынешний момент советизированная, совкизированная часть, она и есть дебилизированная. Ну, здесь это в русофобском ключе, то есть это, оказывается, весь народ вот такой. Пьяным народом править легче. Это анекдот про Екатерину, якобы она так сказала. Это не оскорбление, а констатация факта. В России 90% дебилов, и ты тоже в том числе. Да кому нужна помойка России? И год метунст, это «с нами Бог», мы говорим «с нами Бог». Это русофоб, как говорят, год метунст, был написан на пряжках немецких войск с 19 века, и на пряжке ремня вермахта тоже было именно это написано. Как бы мы тогда отождествляемся с нацистами. Наверное, это очень скучно. Мне скучно, но если бы такие вещи говорились лично, то мужчине я бы сломал бы нос, женщине, наверное, бы отвесил бы хлесткую пощечину или вышвырнул просто и взял бы аккуратно и вывел из помещения, чтобы не воняло. Я думаю, что это правильное поведение. В сети нужно отказываться от общения с такими людьми, не надо с ними беседовать. Я понимаю, что есть такие мазохисты, которым интересно. Они вываливают свои измышления, им вваливают вот это, и у них такой способ существования, больше делать нечего. Они занимаются вот этими препирательствами. Но здесь мы видим некую выжимку русофобии. У меня была много уже лет назад переписка с одним якобы интеллектуалом, фамилия Рапопорта распространенная. Человек, который считает себя писателем, начал мне писать, я ему отвечаю. И там тоже такая, в одной из книг я просто привожу список тех претензий к России и к русским, которые являются еврейским стандартом, в том числе там про 2 миллиона изнасиленных немок и там всякие прочие ужасы. Есть такой джентльменский набор в кавычках джентльменов еврейского происхождения. И здесь тоже я привел и хотел бы сохранить, чтобы, может быть, дополнять и составить такой реестр претензий к России. И каждый раз, когда вы встречаетесь с русофобом, вы видите вот этот набор. Из этого набора здесь явно подобраны специально, чтобы очень быстро выпуливать. Это прямо в режиме реального времени. Сразу там десяток, полтора десятка сообщений с этими уже готовыми русофобскими материалами. И я хотел бы задать вопрос. А у нас где ФСБ, там, в статье 282 возбуждение? Нет? Ничего нет? Ничего не будет? Не будет. Потому что ФСБ это их. Это их, не наше. А нам нужна, конечно, русская Россия. Без вот этой русофобии, за которую, конечно, надо сажать в тюрьму. И добьемся этого. Будет нам слава всем в веках. А если нет, то ни славы, ни истории, ни памяти, а в качестве надгробия над Россией будет вот это вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова